всем привет с вами волок и сегодня у меня для вас совершенно необычное видео ну во первых я сам объявил свое лицо случается этого и я бы сказал мягко говоря не часто во вторых у меня сегодня для вас интересная новость новость касающейся апгрейда моего компьютера эту вещь я хотел сделать достаточно давно уже но как-то все то не то на самом деле конечно периодически были вещи которые я докупал были если вы помните еще мои предыдущие собственно выпуски видеоролики где я рассказывал вам про киннкам я там говорил что нужно мне обновить сначала я обновлял оперативку докупал потом я соответственно докупал ssd-шник потом я соответственно в свое время можно сказать относительно недавно в начале этого года купил себе видеокарту поддержанную вот сэкономил ну и соответственно получил более менее нормальную производительность по видеосистеме по дисковой системе ну по оперативке понятное дело хотя конечно оперативка там мягко говоря медленная стоит тем не менее все равно раздел апгрейд более масштабный потому что уже процессор не тянет соответственно материнка поддерживает только старые сокеты соответственно это все дело ограничивает возможности дальнейшего апгрейда и оперативка опять же медленно как я уже сказал соответственно получается такое что нужно было в итоге менять все практически ну за исключением соответственно купленной видюхи за исключением соответственно блока питания он у меня остается старый достаточно хороший я сейчас еще покажу и соответственно диски тоже все остается в принципе остальное меняется поэтому собственно это видео я снимаю так сказать похвастаться как есть такое направление на ю тубе как он пакетку таким эмульсирование слова высказывать вот для соответственно видео много для я бы сказал влогов вот так называют вот соответственно я бы конечно не пакет между все распаковано но будет сегодня маленький такой с курс вообще что себе поставлю ну плюс увидите мое немножко рабочее место и так давайте приступим сегодня долго не было делать видеоролик чтобы вам скучно не было хотя конечно на кажется это сама все довольно забавная вещь перед первой этим занимаюсь и все кажется новинку вот и соответственно что мы можем сейчас посмотреть начал давайте я вам покажу свой старый компьютер точнее старый стенный блок не уделяйте кстати ракурсу камеры это отдельная история как я сейчас присобачил и сейчас не удивляйтесь того как это сейчас будет все мелькать у вас вот вот он старый системе работающий кучащийся потому что пока что я получал только миксу предстоит собрать соответственно вот тут если будет видно у меня стоит юха причем обратите внимание вот она начинается вот и вот тут тут она кончается я даже видите на видео у меня действительно немножко выгнута железка потому что корпус совершенно не приспособлен на современных видеокарт он короткий ну точнее он сам то длинно вот это соответственно здесь находящиеся должны как назвать не пулка по сути да крепление для соответственно установки жестких дисков она просто ну не дает возможности нормальную видеокартку поставить в итоге пришлось ее выгибать иначе она просто не вылезала это была целая идея история как я это все думал сделать вот поэтому корпус я тоже покупаю новый нормальный хороший то есть даже кулер крутится совершенно никак не прикручен и просто вот он тут болтается не знает из чего он только не обнаружился один я решил собственно приспособить для дела он тут выгоняет из-под видеокарты накапливающиеся теплые хотя сказать энергии воздух теплый да вот соответственно мой старый системник из него будет вытащен блок питания блок питания вот он такой тут наверное действительно почитать а может быть почитаете здесь у нас в чем фишка фишка том что он у меня как бы модульный то есть имеется ввиду что у него часто надо будет установить вот вроде нормально надеюсь все будет нормально по звуку я больше за звук беспокоюсь изображение то ладно с ним хотя еще раз говорю конечно очень наверное веселый ракурс вот такой мне смотрите вообще сам на себя сейчас смотрю вообще 90 градусов то что я сделал с телефона на монитор свой на один из своих мониторов трансляцию и соответственно эта трансляция она как бы не учитывает поворот телефона то есть она мне сейчас вертикально я согласно себя совсем стран со странного ракурса вижу ну ладно это уже деталь так вот получается что здесь просто блок питания кабель пристегиваются то что нужно той пристегиваешь и в принципе это довольно удобно потому что лишние отстегнута хотя конечно я в принципе сейчас получается что по большей части все кабели которых есть они пристегнут еще дополнительно всякие нагружены потому что здесь очень много всяких дисков у меня я по-моему это никогда не рассказывал но давайте расскажу хотя в принципе здесь есть описание на канале точнее было потому что когда скорее всего это видео выйдет я его уже обновлю так вот у меня стоит три жестких дисков было четыре раньше вот один соответственно терабайтник для мусорки там соответственно два на всякие другие нужды плюс один здесь я недавно поменял статья папа это рассказывал а то с меня даже сейчас вытащу забыл вытащить чтобы немножко отвлекся так вот вот это старый уже не рабочий него не жалко но и он будет сейчас показывать он был на примере нового корпуса так вот оставил у меня стоит у меня сейчас жесткий диск и 2 ssd-шника то есть набор этот глобальный масштабный у меня есть соответственно требует соответствующий вот плюс соответственно у меня здесь накручены все всякие опять же кулеры корпус у меня старый чем еще плохо тем что здесь аж два кулера сзади и оба маленькие то есть маленький кулер это громкости я не знаю сейчас слышно будет не слышно я когда пальцем его торможу звук срок сразу уменьшается просто систем становится тихо и ничего не слышно так чуть-чуть будет кулер на процессоре чуть-чуть будет я карта все отпускаю назад и начинается взлет самолет как мне тоже нравится поэтому я согласен тоже хотел эти вещи поменять вот и так чтобы соответственно вы потом не думали не искали что у меня сейчас стоит на старом компьютере intel core i5-2300 разогнанной до 3 и 4 гигагерца по крайней мере вроде как разогнано хотя может быть на деле меньше материнская плата гигабайт p67a d3b3 ревизия 1.0 есть еще более новая ревизия но как бы древняя как говно мамонта а видеокарта соответственно это которую я новую прикупила она меняться не будет это geforce gtx 970g1 gaming это которая а гигабайта опять же вот оперативки у меня сейчас стоит 16 гигабайт которые работают на частоте 1333 мегагерц то есть это медленно сейчас совершенно по серьезным меркам оперативка и соответственно тоже это не устраивает хотя конечно же 16 гигабайт в принципе нормальный по объему ну по поводу я вам уже рассказал вот плюс я буду кстати говоря менять систему еще на windows 10 потому что как оказалось сейчас для новых процессоров которые сейчас купил не особенно поддерживается семерка ну и плюс там переходить на десятку там игры новые выходят которые только для десятки и прочее то есть там переходить хотя мои отношения к десятке я уже высказывал я ее не очень люблю но некоторые события например на то что у меня на рабочем месте десятка стоит на работе моей на рабочем компьютере заставил меня пересмотреть взгляд решился наверно все таки пара пара десятка приходится с собой заниматься но мне еще предстоит собрать все это дело соответственно установить все то есть время куча пройдет видео у меня записаны некоторые в запас по этому каналу не будет простаивать в принципе не сильно долго собирать все дело но тем не менее некоторое время придется взять паузу чисто в плане прихождение домой если все-таки займет больше чем сутки плюс я еще время часто чена запись видео ну плюс поздно мне прислали оставшиеся запчасти для компьютера сегодня вот рассчитывая пара что они будут вот тем не менее в общем приобретенном что приобретено первую очередь это соответственно материнка материнка вот она вот от нее коробка я на самом деле думал касательно материнки ну в принципе выбор в любом случае пал на так как это правильно сейчас вам ее навести на мой стран настоящий телефон ну пусть будет как-то так вот гигабайтовская собственно гигабайт сейчас лидер по производству мультивинок и выбора в плане марки торговой не было в плане модели вы видите я купил что B360 HD3 то есть на чипсете 360 почему именно он вообще хотел сначала взять на какой-то получается следующий за ним аж 370 по моему если я ничего не путаю но который следующий по уровню самый-самый топовый а чуть повыше типа он немножко получше но в итоге я все-таки понял что он дорогой то есть получалось что я его где-то на тысячу с лишним дороже бы взял бы вроде вот 1000 но все-таки в принципе с учетом того что вот вот эта вещь она по сути почти такая же то есть те вещи которые в нее урезаны мне не критично я не беру самый сейчас топовый компьютер себе давайте поближе поставлю вот она моя новая мамка соответственно эта версия самое главное для меня что эта версия с четырьмя слотами под память хотя я сейчас бы займу только два на будущее мне кажется было бы неплохо еще два слота иметь потому что есть такое поздравление что когда-то понадобится 32 гигабайта а при этом то то как я заново решусь на еще один агрейм вот соответственно два слота есть это уже для меня нормально то есть в принципе достаточно все остальное уже в принципе здесь по сравнению с более старшей моделью не сильно отличается то есть что здесь отличается это допустим здесь есть сейчас это надо правильно как-то это дело рассмотреть то что я честно говоря не сильно за только ну вот по моему вот она находится этот слот вот тут даже на видео не будет видно это соответственно м2 как он там правильно называется я забыл честно говоря сейчас опять же когда-то начал снимать ну это короче слот для SSD-шников нового формата то есть нижнее подключение к стандартному SATA разъему а соответственно через вот такой слот он здесь один на более старших там можно найти с двумя судя на то что мы сейчас ни одного SSD-шника с этого формата нет то в принципе нормально ну и соответственно что подкупает это соответственно что тут есть у нас достаточное количество USB на некоторых моделях встречается топ-4 USB 10SNA у нас их два обычных соответственно 3 USB 3.0 если я конечно не надеюсь это USB 3.0 вроде как обещали 3.0 потому что они синенькие вот вроде как описано 3.0 еще один красный честно говоря что это за красный не знаю это возможно это по-моему знаете что это какой-то хитрый формат USB тоже нового формата дать еще раз поближе я прям не такой знаток я когда-то все эти шарил сейчас как бы рады что с Google буду шарить так сейчас фокусировать фокусация вот это не так важно мне главное чтобы общий калист разъем был нормальным плюс здесь есть разъемы для подключения монидора это фишка в том что этот чекцет поддерживается теста на возможность работы без видеокарта тоже прикольная вещь на самом деле то есть можно видеокарту есть что подключить и соответственно запускать без неё систему ну или как вариант использовать это как какой-то альтернативную может быть схему ну пока честно не знаю я конечно буду видеокарту вставлять но тем не менее сейчас в принципе все идут уже с разъемами для подключения то есть это тут без варианта и так соответственно дальше идет у меня парочка в планах оперативки соответственно самсунговской я не стал сильно заборачиваться никакой я быструю функция не быстро а крутую навороченный память так сейчас самое сложное будет сегодня это правильно подставлять под камер то что у меня он висит еще раз говорю под странным углом и факт так скрипит аж кресло но вот тут вроде вроде видно да вот соответственно это samsung планочка каждая 8 гигабайт соответственно чистота 2400 то есть в счет того что максимально если ничего не путаю 2666 но на этой материнке то в принципе вот даже на материнке ну да вот как на материнке то есть процессор то в принципе среднячок для этого уровня но по сравнению с моей старой довольно быстро вроде как тайминги такие же получается счет то что это более все таки новая память вы как там даже не почувствую я ранее с моим таймингом да не такой я прям знаток чтобы тайминг эти верить ну и соответственно процессор взял я core i5 вот такой маленький совершенно ну тут сфокусировался полностью больше на точнее видно больше надпись которая сделана фломастером вот сейчас вы видите надписи на самом процессоре взял я соответственно i5 84 опять же среднячок долго я на самом деле ну не меньше чем с материнкой но тоже немножко подумал на счет того что может быть стоит взять 8500 но посмотрел я там два процента 2-3 процента прироста производительности это ничего по поводу взять райзен аэндэшный процессор вместо интеллского был такой мне совет я тоже рассматривал такую возможность но я понял что в общем то они примерно равны при штатных работах то есть где-то там лучше где-то лучше интеллский процессор соответственно интеллский там в отдельных приложениях себя хорошо показывает амд соответственно при многопоточных амд не бог себя показывает при разгоне да он может потенциально иметь гораздо больше производительность но для этого нужно покупать систему охлаждения это дополнительные деньги поэтому я решил от этого отказаться я не хочу сейчас ни какие громоздите супер кулеров и уж тем более водяного охлаждения это деньги это соответственно в любом случае нештатная работа и мне это не нужно в принципе вот достаточно вот этого всего вот ну и соответственно давайте я все отложу соответственно корпус это конечно самое понтовое что тут есть и для не знающих людей конечно всегда корпус скажется вот он вот он самое главное в компьютере корпус как когда-то раньше мне дорчи до кучи казался им главный вот такой у нас корпус залман залман за 1л коробку не подкажут не покажу покажу инструкцию этот открыт уже тоже опять же выбирал с некоторыми такими партизами ну хотя в этом плане недолго я обучился то что залман мне показался самый идеальным вариантом 3 usb порта спереди возможность подключения спереди микрофона на микрофоне особо наушников вот главное есть вот такая интересная вещица как но сейчас не покажу надо сзади вы его выталкивать короче возможность соответственно сюда вставить какой-нибудь привод привод я скорее всего вставлять не буду у меня есть такая фигнюшка не знаю она подойдет не подойдет у меня пропаляется без дела у меня есть такое призывание что она не подходит явно для жесткого диска потому что это не тот немножко формат вот возможно подойдет для подключения соответственно вставления сам корпус без мытаря с проводами сиди привода вот возможно будет как внешне подключать через эту фигню если не будет то и не страшно я решил отказаться наконец-то привода наконец-то да скажете вам что до сих пор я использовался да вот так было такая фигня иногда пригодался за такие болванки записывать так больше вообще ничего не нужен поэтому собственно не особо сюда я вставлю есть такая вещь я честно говоря не знаю стоит ли показывать что опять туда-сюда морока у меня короче стоит на самом деле не самый полезный стоит и стоит короче на типа вентилятор для жесткого диска для которой керабайтник типа он его обдувает посильнее вроде как ослаждается насколько эффективно работает не знаю может бесполезно вещь может даже хуже но как бы стоит и поставлено сюда конечно по дизайну не самый подходящий то есть он будет такой серебряный здесь отлив идти так он сам черный спереди а потом стоит такая решетка серебряная вот это конечно будет не совсем красиво но не самый большой стенд хотя конечно я в итоге взялся вот с прозрачной стенкой корпус то есть что-то для этого и значит да вот и соответственно давайте я немножко место себе разгребу чтобы я вам все показать корпус прям не нарадуюсь насколько тут все классно сделано пока что я пока что не ставил можно когда начну устанавливать окажется что не так все просто вот можете посмотреть на мой кузо до кучи снимаем крышку и соответственно не так не стоит отбегать далеко наверное звук пропадает соответственно внутренности конечно может сейчас снять телефон показать вам поближе все тело сейчас так и сделаем что у меня тут радует так во-первых кулер навестись бы только на него правильно вот он кулер по сути не самый дорогой но большой то есть по сравнению с теми он больше их полтора раза где-то соответственно надеюсь что будет не такой шумный что будет работать тихо ну с внутренним устройством это вообще сказка отдельный отсек для жесткий диск который соответственно не мешает видеокарте что видеокарта будет стоять вот тут вот вот в этом месте тут она хорошо проходит здесь внизу стоит соответственно отсек вот это для блок питания снизу и сайте для меня это новинка и хотя врача все дела снизу я уже как-то привык классический схеме когда сверху блок питания вот ну и плюс соответственно тут всякие эти уже проводки сразу же все проведено аккуратно то есть мучиться разведением вот этих подключений всяких передних вентиляторов да вентилятор тут еще спереди аж два штука как раз будет работать еще и на одном жестких дисков вот соответственно вроде как все нормально в принципе возможно на фоне вот этого всего я вообще сейчас вытащу все-таки третий жесткий диск из боксу который я говорил с вентилятором и короче его сюда вставлю я подумаю еще тут в принципе тоже место есть и в принципе даже есть место для dvd что вставить все возможно подумал короче еще и соответственно два места для SSD-шников вот одно одно и одно очень хито спрятано вот видите вот это место видите тут четыре таких вот короче он с другой стороны стенки сюда прикручивается я сейчас наверно показывать не буду париться но он как-то очень забавно крутится получается будет с обратной стороны фиксирован очень классно на самом деле ладно правильно провести все такое в общем вот такая вот ерунда что в итоге в итоге конечно доволен как бы как говорится конечно нужно будет еще все это еще сделать установить поставить я как бы не самый большой специалист чтобы все быстро раз-раз сделать но как бы опыт имеется и сам справлюсь вот кстати говоря я заготовил вот как раз получается удобно раз кармашек тут вот так он расставился уже в принципе зафиксирован для меня текущей частью он болтается тоже на соплях а тут его вот он аккуратненько все зафиксировался по крайней мере мне так кажется вот и можно соответственно будет использовать в общем как так получается такие пироги на мой взгляд круто нужно все сделать нужно все соответственно настроить вот но в целом я думаю что за когда заработает будет уже нормально все и на стримах себя показывать можно будет уже более нормально более-менее нормально более-менее нормально не переживать за нагрузку за соответственно ПС особенно в кинэн камп нашим любимым кстати как раз выходит же недавно скоро DLC новый я думаю что можно будет даже постримить вот ну вот как то так я думаю что на этом надо и закончить все потому что Син долго не хотел вам делать так что ладно ребята увидимся скоро с вами был Ванок спасибо за просмотр видео не забывайте подписаться на канал и оставлять комментарии и всем удачи